Евангелие от Луки, 13 глава, 11-13 стих. Там была женщина, восемнадцать лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, женщина, ты освобождаешься от недугов, недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Скрюченный, горбатый человек, он движется очень плохо, едва-едва по комнате. Обезноженный, похожий на него. Это все дело неблаговестия. Таких людей на благовестие Бог не посылает. А на благовестие, кого Бог посылает, и говорит, и ноги у них как оленьи. Полетят как орлы и не устанут. Как прекрасны ноги благовествующих мир на горах Израилевых. Значит, залезть сначала на горы надо. Явно, что не скрюченный человек туда идет. Посмотрите, вот старые люди, они, как правило, скрючены. Это понятно, много работали. Работали в трудных условиях, в сырости, ноги больные. Ну и врачи-то показывают, диагностик. Возьмите свою медицинскую карту, посмотрите, что там написано. А давайте посмотрим по другой стороне. Это от Бога или нет? В первую очередь, это последствия нашего греха. Невоздержание, большая частью. Другие работали в этой же обстановке, почему-то они не заболели. Говорят, человек болен в язвах от темени и головы. От подошвы ноги до темени и головы. Нервную операцию сделали, и нога, она не чувствует подошвы. Нерв перерезан. Я не слышу до темени и головы. Но я благодарю Бога каждый день за то, что у меня есть. Я очень боюсь заразной болезни. Любой. У меня за всю жизнь не было ни одного пятышка на теле. Бог услышал молитву. И я не чувствую недостатка ни в том, что внизу у меня болит, ни то, что поясница, ни голова. Я благодарю Бога за болезнь. Господи, какие легкие ты дал мне болезни. Они переносимые. Главное, желудок работает. Кишечник работает. Это главный. Главный тракт. А почему? Ну, в первую очередь, не переедайте. Мясного не ешьте. Откажитесь от мясного. До потопа люди же не ели и жили. И жили долго. Стали есть мясного, срок жизни уменьшился почти в десять раз. Ну, откажись. Попробуй. Ни грамма никакого алкоголя. Ни брашки дома, ни пива. Ничего, чтобы никогда не было. Считай это не просто за грех, а за смертельную отраву. Как мусульмане. Пример. У них это называется шайтанье кровь. Алкоголь. То есть от демона крови наценили и пьете. И вот женщина восемнадцать лет. Дух немощи оказывается. Мы этого слова не знаем. Имела дух немощи. Таких скорченых сегодня много. Они идут в диагностический центр. Там такое оборудование, заграничное закупленное. О миллионах речь идет. Средства. Но ни у одного они написали медицинскую карту, что у него дух немощи. Значит, учат не по Евангелию. Медики должны пользоваться языком Евангелия. Вот тогда результат будет. Вот жалуйтесь. Подходите ко мне сейчас выйдите. Я врач ваш. И выходите и жалуйтесь на свои болячки. Я вам диагностику там загадать сделаю всем. Притом безошибочно. Поверьте. Сегодня главный лозунг у людей. Главный. Написанный в сердце. Грешить и не болеть. Скажешь, да как это грешить? Да так. Живут в грехах. Живут невенщины. Сплошь и рядом. Христа не знают. В храм не ходят. В Библию не читают. Молитвы нет постоянной. Нет обречающих. Нет наставников. Грешить и не болеть. Так не бывает. Если грешим, а написано смерть есть в последствии греха. А болезнь это вестики смерти. Слуги смерти. Они уже постные. В одном месте не так, в другом не так. Спрашивают, а что у вас на щеках? Смотрите. Ударили себя, обожгли. Не ударился. Это тело превращается в землю. Земля зовет к себе. Как глянул и благодарил Бога. Господи, совсем где-то близко. Как хорошо. Я уже на землю делаю с похожим. Земля зовет. Не надо седей голосом и щипывать не красить. Седина красит человека. Не года мои богатства, а знания Христа богатством. Я 23 года не знал Евангелия. Это сколь моя по сегодняшний день. Боже, 23 года. Ну ладно, первые три года маленький был. А потом-то 22 лет. Как я мог много сделать для Бога? Я не знал Его. Господи, 20 лет. Это два десятка лет умножить на 365 дней. Это еще 24 часа в сутках. И я не знал Тебя. Неизбывное горе. Это последствия моей греховной, гнусной, гнойной жизни. Все мои болячки. Вот и все. А Он меня искупил. И Бог обязательно дает по силам. Нужно благодарить. А ты молишься о здравии? Я скажу. Молюсь, как принято быть маленьким язычком. Слух не произношу. Я боюсь. Господи, болезни мои хорошие. Они переносимы. Только бы других еще не было. С другими я не знаком. Перенесу или нет. Операции все это позади. 18 лет. Что значит эти 18 лет? Если впереди вечность. Как Серафим Саровский хотя бы говорит 100 лет. Вот эта комната полная с червями была. И каждый щепь грыз тело твоем. Глаза везде. Стоит претерпеть возлюбленный ради Царства Небесного. Там вечность. А здесь это мгновение. Мгновение, там миг. Глаза. Закрой веки, открыл. Да и того меньше. Не было благовестия. Но как только она дошла до Христа, болезнь исчезла. Вот я знаю, где ее изречение. Она встретилась со Христом. Все наши болячки для славы Божьей пусть будут. А что, он согрешил? Или родители? Не он, не родители. А это для славы Божьей. Присвоим этот стих себе. А какая слава Божья? В первую очередь, я славлю Бога. Я ни на одну болезнь у себя не роптал. Хотя, когда другим рассказываю, как я встаю, сначала с кровати сползу на колени, потом поднимаюсь, поднимаюсь потихоньку, чтобы никто не знал. Святые не советуют стонать. И Бог внезапно подает облегчение такое. Я видел болящих, лежащих, парализованных. Да мои болячки-то ничто. Они бы их обняли, поцеловали, эти мои болячки. Если бы им это все заменило. Какие они легкие, какие они хорошие. Но с Горбиным быть плохо. А если бы у тебя была такая болезнь, я бы вас запил, только не это. Я бы сегодня уже на Благовестие не поехал, идти не смогу. Кто сегодня с нами на Благовестие просится, помните, идти нога. От двора к двору. Никакой остановки. На один двор не более двух с половиной минут, только тратим. Пригласить людей. Благовестие это лучшее лекарство. Если у тебя ноги хорошо ходят, значит ты дышишь легкими, активно. Ты потеешь, потом выходят ненужные шлаки. Глаза смотрят, уши слышат, новые люди, новые переживания. Другая обстановка у тебя есть. Благовестие это самое высшее лекарство. А начинается с ног. Как прекрасно. Библия удивляется, Дух Святой удивляется нашим ногам. А сегодня все, суставы, колени, ну везде там. Шейки ломают, тазобедренного сустава, чего только нет. Не приведи Бог. Я в день несколько раз лажу на крышу, на голубятни, только думаю не упасть. А то мы не полезу. Сатана добился и испугал. Полезу. Что у тебя окружает? Ты всего. Выжми такое, чтобы слава Богу была. Прекрасные ноги благовествующие. Женщина встретилась со Христом. И этот день стал днем ее нового рождения. Никаких дней рождения никогда не справляйте. Вычеркните из памяти это. День рождения это словословие Богу, канон ангелу-хранителю, если есть возможность, в ближайшее время прищаститься святых Христово-божественных тайцев. Все. Никаких подарков не делайте. А собрать людей можно? Можно. Можно, да слава Божией. Собери нищих, обездоленных, накорми, прославь Бога. Столько лет он тебя хранил на земле. Конечно, наши годы не Муфасовиловы. Даже если 90 лет. А он 969 жил. Люди, да живи. Но умерли все равно. Деяние 14.8.10. В листри некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром, от чрева матери своей. И никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который взглянул на него и увидел, что он имеет веру для получения исцеления. Сказал громким голосом. Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо. И он то сейчас вскочил и стал ходить. Если бы сейчас все больницы мира вытащить на улицу, и Павел стал бы проходить во многих, он нашел бы веру. Вину бы увидел веру. Павел увидел, а он-то еще не знал. Вот что удивительно. Какие нам нужны сегодня проповедники, благовестники, которые увидели бы в нас веру? А если этот человек встал на ноги, вскочил и стал прыгать, ходить, почему? Феофилак говорит, он решил проверить прочность ног. И от апостолов не отходил. А почему? Он боялся, отойду и опять лягу. Надо научиться богославить. Залоги. От чрева матери. Мои родители не проповедовали, не благовестники. И бабушка, и дедушка нет. И я такой же родился, без боги. Но вот я встретился 47 лет назад с Евангелием, со Христом. И в этот же день Бог меня поднял сразу на корабль и начал благовестствовать. А могло быть по-другому, я этого не знаю. Я в это не верю просто. Если ты уверовал, никуда не пошел, я прошу, начни сначала. Он встретился со Христом, начал прыгать, скакать и пошел за апостолами. Мы идем сегодня на благовестие. Вы выстраиваетесь в очередь, проситесь. Приехавшие гости в лагерь и просятся, деревенские молчат. Покажите ревность. Да, мы не можем взять, у нас мало места. Но само то, что ты хотел, это уже запишется у Господа. Господь ценит твое желание. Деяние 3.2. И был человек хромой, от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милости не уходящим в храм. Человек, который не владеет ногами, он только протягивает и просит. Мы с ногами, мы едем и раздаем, как прекрасны колеса этих машин, которые едут на благовестие. Как прекрасны эти руки, которые управляют рулем. Мы видим, Бог освящает косолапым, кривоногим, больным ногами, сагбенным не место здесь. Поэтому распрями мой стан, перестань тихорбачиться. Друг перед другом, какие-то мнения, кого-то судят. Это все обездожено, ты никуда не пойдешь. Те, которые кого-то судят, кто в храм не ходит, их на благовестие никогда не будет. И у нас в городе, кто отпадает, это люди, которые не ходили на благовестие. С благовестия никогда в мир не уйдешь, потому что ты уже в миру находишься и несешь его слово Евангелие. Ты ответственный за то, что несешь. Главная причина, мы увидели, не благовестие. Все до единого, которые отпадают от церкви, не благовестники. Ни один благовестник не уходит. Он перед этим еще долго начинает скрипеть. Как правило, это ропот, три ступени. Потом недовольство, это выражается, в храм не ходить, это вторая ступень. А третья, он бежит, ему надо куда-то уехать, убежать из общины. Три ступени всего. Но они заканчиваются все одинаково. Отступление на церкви, от общины. Но мы не видим, чтобы они со Христов были. О Христе уж не скажу. Иоанн 5.5. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Да сколько еще можно лежать-то? Пока Христос не подойдет. Ответ один. Пока не встретится с учениками Христовыми. Поэтому это надо включить молитву Господе. Да будет моя встреча с тобой истинной. Чтобы я шел за тобою. Ты на благовестие, и я с тобой. Ты вышел на мировой проход, и я пойду. Я прошу вас запомнить два слова с сайта и форума, где мы вышли. Мы вышли на мировую арену. Мне Бог дал счастье сегодня опять зайти и попроситься. Я посмотрел. Работа идет. Вот мы здесь находимся, а в это время чужие люди к нам заходят. Вся наша библиотека, все, что насчитанное. Ты эти слова не знаешь и скажешь. Они говорят, что-то как-то распространяется. Так, где-то. Даже забудь. И это тоже молитва будет. Даже слова ты эти не знаешь. Я прошу вас, вы через это будете добрыми благовестниками. Днем и ночью к нам идут люди, но очень мало. Тысяч это мало. К нам должны сотни тысяч прийти. Но где они эти люди, мы не знаем. Которые приходят, они часто уходят, не оставляя следа. Это Лука, 8.2. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалином, из которой вышли семь бесов. Не ходят люди за Христом. Почему? Бесноватые. Надо, чтобы Бог исцелил. Люди бесноватые, они страшно злобные. Для них никаких авторитетов нет. Человек вне церкви. Надо день и ночь молиться об изгнании бесов, чтобы не подошли они. Избавить от Лука. Это в главную молитву включенную, избавить. Значит, они нападают. Горе живущим на земле, к вам сошел дьявол в великой дьяности. Ища кого поглотить. Он день и ночь привитал на небе. Он будет привитать здесь. И ты будешь думать, это ты такой исследователь. Это сатана в мозги залез. Сатана под язык залез. Сатана в глаза залез. И поэтому священник, когда крестит, он помазует глаза, пчело, колени. Все помазует, чтобы отовсюду изгнать демона. Вот будет крещение, посмотрите, священник подойдет. И будет он крестообразно крестить в воду. Руку опустит в воду. Зачем? Изгнание бесов из этого озера. Бесы всюду. И в бане, и везде. Это я не страх нагоняю. Это в молитве сказано. Изгони его из печени, из сердца, из глаз. В молитве, которая при крещении. Во все органы. Ну а как же я не ощущаю? Да, омертвел, потому что. Смотришь не туда. События, которые даже по радиусу смотришь, ты их не понимаешь. Язык говорит совсем не то, что надо. Не евангельская речь-то. Я вот считаю церковные журналы. Их называют церковные мурзилки. Слово Христос не встречается иногда на нескольких страницах. Совсем. Какой же это язык? Я следил, что кто-то там делает это. Ты прочитай апостола Павла. Открой. В одном послании он имя Христово употребляет полсотни раз в одном письме. Тут писала адвентистка и эгоистка. Восемьдесят два года. Она в одном письме семьдесят четыре выдержки священописания привела. Инвалид второй группы. Почти не видит. Ну и когда мы лучше будем их... Говорить-то надо по делу. Даже ребенку что-то наказываешь, ты ему скажешь, ты идешь. Смотри, не огорчи учителей, они верующие. Огорчая их непослушанием, невниманием, в окна смотришь, ты огорчаешь самого Христа. Какие вы счастливые, учителя у вас верующие. Они идут и молятся. Смотри, не играй с дурными мальчишками с разъезда. Потому что там демон все захватил. Положите поклоны, иди. Дайте ему настоящий наказ. Увейте шею его ожерельем послушания. Благослови его, возложи на него руки. Чтоб дети дерзкими не были. Дерзкий ребенок особенно опасен. Опасен, что она рано или поздно найдет более дерзкого. И он не уступит. Более кроткие остаются живыми. Я знаю семью. И семья это нам родственники теперь. Дети разные. Один в армии десантником был. Вы знаете, что такое. Он все приемы знал. Где он от ножа в драке погиб? А другой ничего не знал. Он священником был. Он сейчас живой. А такое, казалось, совершенно даже не похож на того был. Марха 9, 21. И спросил Иисус отца его, как это можно сделано с ним? Он сказал, с детства. Почему сын не послушает? Давно это с ним стало? С детства. Родители научают как детей? Посутки возле этих сарая, чтобы вашего не видел вам, как проклятое место какое-то. А он мне отвечает. Я говорю, гони дальше разговаривайте с отцом. Это уже не дерзко. Это богохультики выросли. Если бы отец его драл за этот сарай, чтобы он пас и морил скотина, такие слова отец, что он не сказал бы. Уже не годник вырос. Безбожий. Его отец научил так говорить. Да никогда этого не было так. Мне старший рассказывает, я в районе был, и там сосед шел, а я его не увидел. Я просто смотрел на выездки. А отец мне кричит, Ваня, подойди сюда. Я подошел, он выиграл, как оттрепал там. Придешь домой, скажи отцу. Ты самой не поздоровался. А я пришел, конечно, отцу не сказал. А он пришел и сказал. А отец взял ввожь и меня в сарай еще раз проучил. Я до старости тебя знаю, как здороваться. А это иди отцу скажи. Почему? Потому что он не дерет тебя. А если бы тебя вздул, как положено, розы не жалей свои-то, из тебя бы эта дурь вылетела быстро. Ты живешь недраной, значит, у тебя будет жизнь бить. Ты болеть будешь. Тебя вовьязаны щельями покроют всего. От Бога ты не уйдешь. Ты ребенку это все расскажи. Скажи, от Бога это болезнь. От Бога за непослушание, за дерзость. И это только начало. Матфея 9, 32-33. Когда же те выходили, то привели к нему человека, немого, веснованного. И когда бес был изнан, немой стал говорить. И народ изъявлялся, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле. Если вы не идете на благовестие, никому не говорите. А это было до момента встречи со Христом, пока бес не вышел. Немой бес. И когда идем мы, все говорят, никогда такого не было, что такая маленькая деревня и все села на 100 километров вокруг евангелизируем. В каждой деревне, где есть библиотека, отдаем почти на 11 тысяч книг бесплатно. Да никто никогда этого не делал. Мы там с ними остаемся. Мало, конечно, считают. Но считают. Это определенно. Мы отсюда должны взять пример. А как это ко мне относится? Ребенок вот такой. А почему он с детства такой? Он с детства бесноватый. Его на каждом шоку надо было ловить. Он без пояса ходил постоянно. Это с детства все заложено. А можно было по-другому сделать? Ты с детства строго. Соглядай правила. У меня 20,5 года ребенок. Он очень умный. Он связал мать по рукам. У меня через один день нормально все раскрепостился. Почему? У меня диагностический центр. У меня там больница. Называют это крапивотерапию. Замечательно просто. И он такой умный оказался. Лучше всех кланяется. Поскольку крестное знамение он налагает. Точно на лоб. Здесь старым надо поучиться. Он его как поклонится. Вчера не встал за стол молиться. Не встал за стол не сядешь. Все. Он отошел, сел. Он все понимает. Я ему разрешил. Ладно, в другое время помочь. Он тоже подошел после обеда. И я молиться хочу, обедать хочу. Помолился. На завтра он опять то же самое делает в обед. Теперь я его не делаю. До следующего дня не кормить. Я поступил неправильно. Он меня тоже поймал. Два с половиной года. Да я два с половиной года штаны еще не носил. А они все знают. Да ты в этого ребенка с таким умом и развитием. Вложи-ка в него божественно. Готовый благовестник растет. Может быть еще один анфим вырастет некомедийский. Солом. 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 Господь отверзает очи слепым. Господь восставляет саг бедных. Господь любит праведных. Мы неправедные. По делам. Но мы оправданы кровью Христа. И тебе в очень трудном болезни Бог не запрещает молиться. И мы молимся об исцелении. Подаем записки. И если болен и не поселен, ты скажи Господу. Господи, я хочу быть в твоей благовеснице. А пообещай что-то. Если я буду здрав и буду вот так делать. И так, как у Пимена многоболящего. Лежали двое рядом. Оба недвижимые, парализованные. И Пимен говорит, а вот если бы ты, брат, исцелился, ты за мной стал бы ухаживать. Меня уже в третий день из-под меня не убирают. Не поют. Монахи там норы роют и некогда. Я, да я от тебя не отошел. Я за тобой ухаживал. Встань, брат, иди. Он тоже встал здоровый. Два дня три походил, а потом взорился, как все монахи. И нигде нету. Проходит день, его опять парализованно приносят. Он лег. Ну что, брат, нагулялся? Да ты ж обещал за мной ходить. Да зачем же ты изменился? Ты ж Богу сказал. Это не я исцелил. Бог исцелил. Что ты наделал? И тебе больше Бог никогда не даст здоровья. Ты обманщик. Если тебя болеет, то скажи, Господи, я буду благовестником. И что ты мне дашь, я постараюсь на дело Божие. Более кротко, смиренно буду. И сегодня считали непрестанно молитесь. Усильте молитву. Чаще остановитесь на молитву. Пусть коротенько две-три минуты. Псалом 37. Я согбен и совсем паник. Весь день сетую хору. Это молитва царя Давида. Я согбен, согнулся, грех паник. Паник лицом только вниз. А почему? А он отвечает. Весь день сетую хожу. А если он пошел на благовестие, все сразу изменилось. Итак. К лучшему лекарству диагностики призывает нас сегодня Дух Святой. Как прекрасны ноги. Прекрасен хребет, глаза, уши, язык у благовестников. Исцели нас, Господи, и пошли всех на благовестие. Аминь. Памяти нас, Господи, когда прийдешь его царствие Твое. Памяти нас, Владыка, когда прийдешь его царствие Твое. Памяти нас, Святый Игдар, прийдешь его царствие Твое. Лик небесный поедте глаголе. Свят, свят.